Спасибо за предоставленную возможность, рад всех приветствовать здесь, для другого союза. Я добавлю несколько цифр к тому, что Алексей Павлович сказал. Характеристика российская, производство масличной культуры. Она действительно строится в первую очередь на производстве маслосемян подсолнечника, так, самым урожайным был в 19-й год, 15,5 миллионов тонн подсолнечника было произведено. А в текущем, в 20-м, я хочу сказать, в сельскохозяйственном руду, около 13,3 десятых миллионов тонн. Площади посевны 8,5 миллионов гектаров. То есть, Ростовская область здесь где-то 10% от общего объема производства имеет. Теперь то, что касается вопроса цен. Они формируются у нас в целом по России, но в большей степени, конечно, заводы, переработчики, расположены на южной части, по Волжье, поэтому здесь более высокая цена. Если говорить о конъюнктуре, которая складывалась по году, то средняя цена получается 35,8 тысяч рублей. В феврале она достигала 48-49. Здесь уже конкуренция довольно-таки высокая, и все зависит от технологичности самих предприятий, насколько они на сегодняшний день имеют свою базу для того, чтобы производить высококачественную продукцию и экспортировать ее. Потому что внутренний рынок действительно получается у нас где-то в пределах 50-60%, а 35,5% у нас экспортируется по маслу. Шрут, он тоже самое в большей степени идет про масло. И если говорить о такой консолидированной цене на продукт переработки масла, семян подсолнечника, то средняя цена по маслу получается где-то 87 тысяч рублей плюс 20 тысяч рублей шрум. И вот из той продукции, которая идет, я говорю, по подсолнечникам пока, где-то процентов 70-60, это добавленная стоимость уже получается к той продукции, которая идет по переработке. Поэтому рентабельность предприятий есть, переработки, они наращивают объемы своей переработки. И в целом по России где-то у нас складывается вот на 20-й год 20 миллионов тонн способных переработать продукции, заводы, все. А объем тут, который производится по масличному, это включая подсолнечник, я назвал эти цифры, плюс рапс, соя где-то по 3 миллиона тонн, лен масличный около 2 миллионов тонн, дальше там идет сафлор, рыжий, горчица в небольших объемах. Ну и выходит, это такой прогнозный был урожай 20-го года, баловый сбор намечался порядка 24 миллионов тонн. И вот на сегодняшний день конкуренция высокая на этом рынке, и безусловно то, что ограничения на экспорт нету, продукта с добавленной стоимостью, правительство Российской Федерации приняло решение о введении пошлины на сырье, то есть на масло семинар подсолнечника, Алексей Палач сказал, она будет действовать с 1 апреля по 30 июня, пошлина увеличена с 6,5 до 30 процентов, будет составлять не менее 165 евро за тонн. Что в данном случае могут быть, какие риски мы видим, да? Ну, вы знаете, какие риски? Вот я такой откровенный разговор расскажу, который у меня состоялся на конференции Зернового Союза Российского и спрашиваю у коллеги с Российского Зернового Союза, Аркадий Леонидович, ну, а мы не боимся, там, пошлин, который ведут против нас на экспорт, но он мне ответил, он говорит, да пусть они нас боятся, чтобы мы не ввели ограничения, то есть, ну, меры сейчас правительство принимает радикально, и поэтому они могут быть в отношении тех импортных товаров, которые поступают у нас на производство маслящих культур, да? Это в первую очередь семена, вы знаете, что прекрасно мы получаем семена, в первую очередь и подсолнечника, наши тут уважаемые компании присутствуют, и Сингент, и Пионер, все в основном идет оттуда и за границей. Фредства защиты тоже самое, в большей степени, поэтому могут быть риски, какие связаны с введением больше иных по импорту, но техника на сегодняшний день подорожала, особенно, которые необходимы для обработок, точного высела, введем утилизационный сбор на технику, и эти все на сегодняшний день, вот эти вот меры, которые принимаются, такие, они, безусловно, будут сказываться на себестоимости производимых продуктов. Поэтому, если говорить о высокой цене, которая складывается на переработку, она растет, да, то это, ну, на сегодняшний день надо внимательно посчитать, какая уже рентабельность. У нас меры аналогичны в том, что я сказал, по росту цен, плюс еще удобрения, особенно, они выросли порядка 40%, они коснутся и зерновых, поэтому соревноваться будут в текущем году подсолнечник и пшеница, вот, по своей рентабельности. Куда пойдет перекос, ну, весна покажет, ну, вот, как будет складываться у нас там после перезимовки. Поэтому расширение площадей, безусловно, будет в этом году. И те меры, которые правительство Ростовской области приняло, 15%, ну, их надо контролировать жестко, чтобы они были выплываны. Потому что нарушения могут быть, и у нас уже некое фермерское хозяйство переходит не то, что на трехполе, на двухполе, если в оборот. Поэтому подсолнечник будет, но в большей степени появятся болезни, безусловно, снижение урожайности за этим повлечет. Поэтому вот то, что касается рисков, я коротко сказал, они в первую очередь будут связаны как с импортом, так и, безусловно, вот с такой непредвиденной ситуацией, которая будет складываться по формированию цен. Переработчики на сегодняшний день твердые цены не называют. Экспортная цена на сегодняшний день, она пока до 1 апреля формируется по рынку. Поэтому у кого запасы остались, они сегодня рассматривают вопросы на экспорт, пока не введены вот эти ограничения. Но здесь искусственные ограничения вводят у нас, конечно, службы, которые контролируют на сегодняшний день все бумажные документы на экспорт, я их не буду перечислять. Поэтому, что хотел бы сказать вот от себя, чтобы таких рисков не было, я вам назову практику, которая у нас была, в которой мы активно работали, правда, на давних, 20 лет назад. Формировалась она в первую очередь на том, что переработчики, я называю Духруси, они работали напрямую с поставщиками. Формировалась такая база с поддержкой правительства Ростовской области, были субсидии тем, которые сдавали на переработку наши предприятия на областные. Поддержка была в первую очередь этих предприятий и по кредитованию, годные кредиты давали. То есть вот такой был областной солидарный проект, который бы как бы обеспечивал и развитие переработки, создание рабочих мест и безусловно работали все дружно, без всяких вот каких-то водимых ограничений сверху. Такая же практика есть на сегодняшний день, успешно у нас работает в Азовском районе компания «Фрунталы». Пришли за границей ребята, знают опыт работы там и на сегодняшний день работают прекрасно с производителями картофеля, поставляя те сорта картофеля, которые вкинуты уже на переработку с определенным содержанием там крахмала и так далее. Формируют свои цены, обеспечивают технику, средствами защиты, берут на себя всю внешнюю работу, которая идет по импорту. Понимаете, и здесь идут уже чисто такие хозяйственные связи между производителями и переработчиками. И вот эту практику хотелось бы, чтобы она перешла как раз на наши вот такие основные перерабатывающие предприятия, чтобы мы не дожидались, пока будут сверху водиться такие жесткие ограничения, которые в целом, вот в связи с водом этих ограничений, пошлими, да, вели, пошел всплеск на экспорт, пошел всплеск цены и она достигла от 30 до 48 тысяч рублей за тонну. Понимаете? Вот, поэтому вот еще раз, как бы, подводя то свое выступление, хотел бы призвать к тому, чтобы, Алексей Павлович, какая-то у нас такая была солидарная работа, и на, хотя бы на областном уровне могли бы, пусть и Юг Руси, и АСТО, ведущие предприятия, взяли на себя внешнюю работку. И я скажу, она бы обошлась гораздо дешевле, если бы консолидировано поставляли также семена, защиту, средства, брали через себя, а уже тогда формировали себестоимость и производимой продукцией, и перерабатывающей. Юрий Борис, спасибо. Вопросы есть? Есть вопросы к Юрию Борисовичу? Нет? Есть вопросы. Виктор Викторович. Скажи мне, пожалуйста, тут как бы понятно, что в нашем полном фронтном отечестве своя конъюнктура и мы видим своим путем. И нам, как бы, при втором истории стране от урожая земляных или пошлины, да? Как бы сейчас, вот тоже непонятно, что происходит на мастичной грязи, опустили цену буквально там на 6-8 рублей по закупку подсолнечника. Мы смотрим у соседей наших, тут недалеко, на Украине, там совсем как бы другая ценовое образование и пшеницы, там цены на сегодня там 21-23 рубля. Подсолнечник, да, у них НДС 20%, но как только масло поднялось до 1400 долларов за тонну, они, ну, в рублевом эквиваленте стали покупать подсолнечник по 62 рубля. Да, там 20% РДС, вот даже с НДС у них уходит, по-моему, вот 49-50 рублей, что-то такое, если препараты в нашем периоде, там, скажем, по курсу и все остальное. Скажите, пожалуйста, под виды вашей организации Секроз, товаров и развития, могут как-то рассчитывать на какое-то нормальное отношение к вам, а не за постоянный праздник, за счет денег. Вы можете как-то возглавить, объединить, провести эту работу на федеральном уровне, на областном, потому что, как бы, непонятно, если на выкачали раз, и с утра минус 8 рублей. На каком основании, почему? Ну, как бы, мы знаем, соглашение езды 1 апреля вроде как придерживают там розницу, бутылку масла, все понятно. А на чем вот эти вот все телодвижения основанные, во-первых, нам не ясно, и во-вторых, мы разобщены, нас, мы маленькие, как бы, объединить нас никому по большому счету. Может быть, под вашей, как бы, опытной рукой могли бы произвести какие-то позитивные изменения. Вы знаете, вот, отвечая на этот вопрос, скажу сразу, мы маленькие, поэтому давайте объединяться. Мы в 13.30 провели конференцию по рынку, как раз таки, по зерновой, вот, и там более детально будем рассказывать. Вот, подходите там, добавляйте нашу организацию, потому что, скажу откровенно, волос слабо. А сельхозпроизводители, вы правильно сказали, нет настолько разобщены их, настолько много, вот. И такой партийной, как бы, поддержки пока не видим, честно говоря. И нету такой, знаете, большой силы в Москве. Поэтому прислушиваться буду в первую очередь, конечно, таким крупным организациям, которые будут представлять. Что мы делали? Мы направляли до введения пошлины, которую подписал премьер-министр Мишусин, хотя письмо мы направляли. Вот, не вводить пошлины на подсолнечник. Приняли это письмо, долго рассматривали. Моя какая-то слабо. Его планировали подписать гораздо раньше, но подписали только в декабрь месяце, то есть прислушиваться. Было, в основном, в отношении введения пошлины, да, подсолнечник. Мы его публиковали, крестьяне нет. Дальше что? Вот. Поэтому мы и сейчас продолжаем. Направляли в адрес прямой линии, когда президент проводил прямую линию, направляли обращение, тоже самое через крестьянин, но опускали рассмотреть вопрос и провести на таком совещательном уровне, рассмотреть вопрос по ограничению цен на горючее удобрение. То, что у нас на сегодняшний день основное ложится в производство. Ну, пока этот вопрос находится на контроле в общероссийском народном фронте, и, честно говоря, идет у нас ограничений нет на экспорт удобрений. 70% удобрений экспортируется по нефтепродуктам, тоже самое идет за границу, поэтому здесь сложно бороться с экономикой, которая работает сегодня на то, чтобы деньги в бюджет формировались за счет экспорта. Дальше, что касается Украины, вот отвечаю вам на этот вопрос. В Украине на сегодняшний день экспортировали семян подсолнечника около 100 тысяч всего от объема произведенных. То есть они зубами держатся за тот продукт, который там у них производится, повышают цену, модернизируют все свои предприятия. А это очень важно, скажу, что оборудование на наших перерабатывающих предприятиях, оно, как правило, идет высокотехнологично по экспорту. Наверное, уходят какие-то льготы, а их надо вводить для переработки. Там не только экологические сборки стоят, электроэнергия, газы, там все тоже самое складывается туда. Возможно, там какие-то меры принимаются по этой части, раз они повышают такую стоимость. Ну, вот так отвечаю. И следующее, да, о Украине. Они работают на Китае. У нас маслоперерабатывающие продукты тоже экспортируются основные наши поставщики, Турция, Китай, в первую очередь. Ну, Китай ближе туда, к востоку, туда соя идет на переработке. Вот этот экспорт будет закрываться. Поэтому вот ценовые качели, которые там складываются, они еще складываются от того, как активно идут внешние контакты. Юрий Борисович, спасибо большое. Ну, как Вы слышали, можно будет продолжить эту беседу сегодня после часа на круглом столе, который Зерновый союз, сельхозпроизводитель Ростовского области организует.